Рентгенолог со стажем в темном подъезде подсвечивает себе рукой. Здрасте! Здрасте, заходим, штанишки приспускаем. Можно? Можно? Что? Штанишки приспускаем, говорю. Уже? Ну, а что тянуть-то? Давай. Я первый день на работе, я вроде еще пока не накосячил. Меня после мединститута к вам направили работать. А-а-а, да, меня предупреждали, да, молодой специалист. Здрасте, как вас зовут? Сергей. Сережа, да, Дмитрий Владиславович, очень приятно. Добро пожаловать в нашу, так сказать, поликлинику, пожалуйста, это ваша рабочая одежда. Ух ты! Пожалуйста, привыкайте, так сказать, вот это наша поликлиника. Ну, теперь уже ваша поликлиника. Да-да-да. От латинского слова клиника лечить и полиполис. СМЕХ Латынь уже не преподают в институтах, да? А, латынь преподают. У меня там тройка по латыни. Понятно, понятно. Ничего, подтянем латынь, подтянем латынь. Ведь вы же уже терапевт, в конце концов. Звучит гордо. А с латинского терра земля и певт закапывать. СМЕХ А, три у меня по латыни. Ну, при чём здесь латынь? С юмором тоже три получается, да? Не преподают юмор-то сейчас, да? В институте. Ну, ничего, ничего, подтянем вам юмор. Проходите, Серёжа. Вот здесь, дай. Вот ваше место рабочее. Так, хорошо. Вот давайте, будете заполнять историю болезни, так сказать. Следующий. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Штанишки приспускаем. А как? Ну, как? По-пэп, косяк. Сейчас. Извините, я пошутил, господи. Что, юмор-то вообще нигде не преподают сейчас, что ли, вообще? Я пошутил, что вы так всё буквально-то воспринимаете, батенька. А если бы я вам сказал с 10 этажа вниз головой прыгать, то же вы прыгнули, что ли? Конечно. Я прыгнул ведь. А, прыгнули? Тогда вам, может быть, не к терапевту, может, вам тогда к психиатру надо, мне кажется. Ну да? Я к психиатру и пришёл? Психиатр — это следующий кабинет, налево, следующий. А, налево. У меня сейчас лево-право поменялось. Что вы делаете? Как что делаю? Историю болезни заполняю. Вы что, ещё печатаете? Конечно. С ума сошли, что ли? Ну-ка, не знай. Нажмите «делить» сразу. Ой, пропало всё. Конечно, пропало. Вы что, вы с ума сошли? Печатайте. А что? Все уже могут прочитать. Нет, нет. Только ручка и только вручную. Вот так заполняйте. Вот прям вот так вот заполняйте. Письки написать. Так это же медленно. Ну ничего, что Миля, можно быстрее. Вот так вот пишите просто. Пускай неразборчиво. Чем неразборчиво, тем лучше. Можно даже глаза закрыть. Вот так вот просто шпарки. Вот так вот. Давайте. Давайте. Зачем? Зачем вы это делаете? Зачем? Ну зачем? Ну что, вы не понимаете, как зачем? Ну в морге сделают, понимаете, вскрытие. Определяют причину смерти. Вы такие раз. А у меня это и записано. Опа. И пойди разбирайся. Все, пожалуйста. Что вы? Вы серьезно? Ну шутка. Ну конечно шутка. Вы чего? Ну с юмором у вас, Банька, ну вообще полный швах. Вы чего это? С таким чувством юмора врачу нельзя. Попробуйте с таким чувством юмора на 15 тысяч в месяц прожить. Вы чего это? Получится. Давайте вот еще один тест вам сделаем. Вот допустим, в вашу больницу пришли деньги на аппарат МРТ. На что вы потратите деньги? Как на что? Они же пришли на МРТ? Понятно. Главврачом вам тоже не стать. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите? Пожалуйста, пожалуйста. Так, на что жалуемся? Понимаете, я диктор. Дело в том, что я просто заслуженный работник культуры. Лауреат премии «Золотое небо». И на старости лет, представляете, перестал выговаривать букву «Бх». Какую букву? «Бх». «Бх». Ну ничего, ничего страшного. Мы сейчас ее, как говорится, найдем. А давай, голубчик, прямо весь алфавит по порядочку. Давайте. Давайте. А. Б. Так, 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 так. Диктор отключите, побыстрее просто. Хорошо. В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р. Ну, я не шипящих, я думаю. С, Т, Ф, Х, Т, что там, Ч, Ш, Щ, твердый знак, да, мягкий знак. Э, Ю, Я, Р. То есть у вас получается 34 буквы в алфавите? Ну, конечно, голубчик, как Зубов. Может быть, ему тоже к психиатру? Да, конечно, да-да. А вы кто? Мы терапевты, вот, следующая дверь налево, пожалуйста. Какой интересный случай, да? Да, ну, разве это интересный случай? Вот, у меня был интересный случай в 43-м. Вы что, воевали, что ли? А, в 43-м кабинете, да. Значит, заходит, глядя, девушка, да, как обычно, я говорю, станишки приспускаем, да. И представляете, молодые девчонки, прямо такая огромная татуировка, прямо на пояснице, прямо вот, прямо... Бабочка? Ладно бы, бабочка. Эмблема футбольного клуба «Зенит», прямо вот на пояснице. Ну, понимаю, да-да-да, она болеет за «Зенит». Да не болеет она в том-то и дело за «Зенит». Муж у неё болеет за «Спартак». АПЛОДИСМЕНТЫ Прогрешите? Можно войти? Хотя на самом деле мне всё равно, можно мне войти или нет. На что жалуйтесь? Да ни на что я не жалуюсь. Вообще ни на что. Уже год. В этом-то и проблема. Эмоциональный кризис у меня. На всё плевать. Волнуетесь, переживаете? Плевать на всё, говорю. Вон, жена ушла к любовнику. Плевать. Вернулась – плевать. С любовником вернулась. Всё равно плевать. Опять ушла – плевать. А любовник остался. Плевать. Коллега, как вы думаете, что нужно прописать такого пациента? Что? Такому пациенту надо прописать с ноги. Смотрите что, голубчик. Вот вам таблеточки. Вы пейте. Таблеточки? Нет-нет, просто пейте, ну, бухайте. А таблеточки закусывайте. Это просто мел, вон, безвредный. Пожалуйста, идите. Я буду на них плевать. Слушайте, интересно, да? Наверное, это сезонное какое-то обострение. Вот ему точно нужно к психиатру. Это и есть наш психиатр. О, окончание работы. Конец рабочего дня. Отнюдь, коллега, нет. Кукушечка кому-то нагадала. Один год остался. Шучу, 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 шучу. Конечно. Всё, рабочий день закончился. Давайте, Серёжа, идите домой. Так, набирайте сил. И завтра снова на эту вахту. Ведь мы с вами эскулапы. От латинского слова лапа. И слова сосать. Умор, да? Какой юмор? Вот поживёте на 15 тысяч в месяц, поймёте, пойдёмте. 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 Субтитры сделал DimaTorzok